Добрый день! Скоро наша страна будет отмечать День памяти жертв политических репрессий 30-50-х годов. И сегодня от нашей семьи, семьи Казбековых-Аспановых, я бы хотела поблагодарить город Балхаш за ту память, которую он все эти годы проносит, и дом-музей в городе Балхаш, и дом-музей Алжир, от Молинский лагерь, жен изменников Родины, недалеко от города Нурсултан. Вот на заднем фоне вы видите очень много фотографий, и в центре большая фотография нашей бабушки Казбековой Магрифы Мурзагуловны. Она пройдет три лагеря – Алжир, Карлак, Долинка и Балхаш-Лак. И ее, скажем так, спасет профессия врача. Если коротко и напомнить, она закончит Среднеазиатский государственный университет в Ташкенте, наш дед Казбеков Исмагул закончит в Москве Тимирязевскую академию, его назначат зав. отделом семеноводства в Асхнил, отправят в Среднюю Азию Казахстан, то есть в Ташкент. И в 1929 году с академиком Вавиловым они поедут в Соединенные Штаты Америки, чтобы взять опыт по зерновым культурам, которые могут произрастать в холодных климатических зонах Республики Казахстан. Когда они вернутся, начнутся тяжелые времена. И в 1936 году заберут нашего деда, а в 1938 году бабушки пообещают, что в Шемкенте у нее будет свидание. Но так не получилось. Маме моей на тот период было 9 месяцев. Ее отправят в дом малютки в Шемкент. До 5 лет она будет находиться там. А сына ее брата отправят в Магнитокурский дом-интернат для детей врагов народа. В общем, это судьба тех людей тех времен. И что бы мне хотелось сказать. Они получат справки, документы о реабилитации. Только дед получит посмертно военная коллегия, военный трибунал в 1957 году. А Магрипа Мазагуловна Казбекова получит в 1956 году 3 августа. Вот такие справочки. И что осталось от деда у нас? Только вот такая фотография. Это местность между Нью-Йорком и Чигагой. 7 апреля, 29-й год, Соединенные Штаты Америки. И вот нам, всем потомкам, останется и его почерк. Вот здесь написано его руками, что это 7 апреля, 29-й год, Нью-Йорк и Чигага. Мы храним эту фотографию. А от бабушки останется после лагерей, после 1957 года. В 1960 году она получит орден Трудового Красного Знамени, подписанный Георгадзе в Москве. И получит отличник здравоохранения Советского Союза. Вот так выглядели значки. Я тоже получил отличник здравоохранения Республики Казахстан. Вот он на заднем фоне находится. Я тоже врач-инфекционист, детский. А бабушка была взрослый инфекционист. И хотелось бы сказать вот про такую деталь. Когда она будет в Карлаге и начнется в Балхаше, в лагере ТИФ среди военнопленных, то нужны будут врачи. И ее по этапу отправят в этот лагерь. Она будет, заместитель начальника лазарета, будет лечить больных. И ей разрешат встретиться с детьми. И моя мама впервые в 5-6 лет встретится со своей родной мамой. Мама об этом хорошо помнит. И помнит вот эти японские военнопленные. Просили разрешения поддержать маму на руках, потому что она девочкой напоминала им ее детей. Бабушка ничего не рассказала про лагеря. То поколение не рассказывали. Они прожили эту жизнь. После лагерей она осталась в Балхаше, работала до конца. Этот город чтит ее память, оказывал все почести ей и провожал последний путь. Низко кланяемся вам от нашей семьи. И на заднем фоне красный шарф висит в память о нашей бабушке. Ее любимый шарф остался. И белая занавеска. Они из кусочков простыней, ткани в лагере вышивали что-то, вывязывали. И вот это вот раритет с семьями. Вот она в Ташкенте через 35 лет встретится с сокурсниками. Здесь она сидит в нижнем первом ряду. У нее на черном платье и вот этот орден Трудового Красного Знамени и отличник здравоохранения Советского Союза. Большое спасибо вам за внимание. Мы будем передавать эту память, потому что боль не стихает. Мы будем передавать эту память о той боли, которая, желательно, пусть никогда не повторяется. Спасибо вам всем за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok